В этом видео мы расскажем о модуле, который помогает оттачивать знания в игровой форме. Умный ринг – это увлекательная игра, направленная прежде всего на проверку знаний сотрудников компании и получение новых в ходе соперничества с другими игроками. Пользователи бросают вызов друг другу, отвечают на вопросы в нескольких раундах, побеждают только самые эрудированные. Победители получают дополнительные баллы и бейджи. Тематики раундов могут быть любыми, расширяющие кругозор или прокачивающие знания о продукте и компании. Задать тематики игры, а также настроить основные условия может администратор в панели управления. Переходим в раздел «Обучение» – «Умный ринг». На вкладке «Вопросы и темы» отображаются предустановленные тематики раундов с вопросами внутри. Доступен поиск по темам. С помощью массовых действий каждую тему можно скопировать, активировать или деактивировать, а также удалить. Обратите внимание, что для запуска игры необходимо активировать не менее шести тем, которые будут соответствовать шести раундам. В каждой теме должно быть не менее трех вопросов. Давайте создадим новую тему, нажав на соответствующую кнопку. В поле «Название» вводим название темы. Оно будет отображаться в публичной части при выборе тематики раунда. Нажимаем «Сохранить» или «Применить». Тема создана, но пока не активна, так как в ней нет вопросов. Переходим в «Настройки темы». Здесь доступно три кнопки. Редактирование темы позволяет изменить ее название. «Импорт вопросов» позволяет массово загрузить множество вопросов с помощью файла импорта. Образец файла доступен на странице импорта вопросов. В нем необходимо указать название темы, текст вопроса, варианты ответов, маркер верного ответа. После того, как файл готов, загружаем его в форму импорта и нажимаем «Загрузить». Вопросы сразу будут добавлены в папку «Темы». Обратите внимание, что при загрузке одного и того же файла несколько раз вопросы в теме будут дублироваться. Также вопросы можно добавить вручную, нажав на кнопку «Добавить вопрос». На странице создания вопроса вводим его текст, а в «Вариантах ответа» в первом поле обязательно прописываем верный ответ, далее несколько неверных вариантов. В публичной части варианты ответов будут всегда перемешаны. Каждый отдельный вопрос в теме в любой момент можно отредактировать, скопировать или удалить. Когда минимум шесть тематик с вопросами готовы, можно переходить на вкладку «Конфигурация», чтобы задать основные настройки игры. Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой. При вводе некорректного значения всего показывается подсказка. В поле «Тайм-аут-сессии» устанавливаем значение в часах, которое дается сопернику на ответы. Если по истечении этого времени пользователь не ответит, игра будет автоматически завершена, а пользователь будет считаться проигравшим. Далее необходимо указать время, отведенное для ответа пользователя на каждый вопрос. Время задается в секундах. Желательно оставлять достаточно времени, чтобы пользователь успел прочитать вопрос и выбрать вариант ответа. В полях, отвечающих за начисление баллов, можно указать количество, которое будет присуждаться игрокам при разных условиях. За каждый верный ответ, за победу в игре или за ничью. Если начисление баллов не предполагается, то в поле необходимо оставить ноль. В завершении указываем количество доступных игр в сутки и игр, за которые пользователи могут получить баллы. Значение в обоих полях всегда должно быть больше нуля. Однако, если начисление баллов за игру не предполагается, то в публичной части информацию о возможности получить баллы выводиться не будет. После того, как все поля заполнены, можно активировать чекбокс «Игра включена» и сохранить изменения. С этого момента участие в игре будет доступно для пользователей платформы. Обратите внимание, что администратор платформы также может изменить название игры в разделе «Управление структурой публичной части» или ограничить доступность модуля для разных групп пользователей с помощью ролей. А еще доступ к модулю можно ограничить с учетом количества баллов. В панели управления в разделе «Мотивация» — «Конфигурация баллов» переходим во вкладку «Ограничение доступности модулей по баллам». В поле для «Умного ринга» можно задать количество баллов, при достижении которого пользователь сможет открыть доступ к игре. В противном случае в публичной части рядом с модулем будет висеть замок, а на странице модуля показана заглушка, информирующая о том, сколько баллов еще нужно набрать, чтобы открыть доступ. В публичной части переход в «Умный ринг» доступен из панели меню. Играть можно как на компьютере, так и с телефона. Если количество игр и условия начисления баллов заданы, то пользователи увидят информацию об этом на странице игры. Ниже будет отображаться информация о текущих играх, а также о завершенных играх. Можно посмотреть, на каком этапе была завершена игра, а также вызвать соперника на реванш. Для того, чтобы начать игру, в поле «Поиск соперника» необходимо ввести имя и фамилию любого пользователя, если такой сотрудник на платформе есть, то информация о нем будет показана в поиске и останется только нажать на кнопку «Вызвать». Игра запускается с хода соперника. Необходимо дождаться, когда соперник выберет тему первого раунда и ответит на вопрос. Как только это будет сделано, ход будет передан пользователю. В рамках своего хода пользователь должен ответить на вопросы, выбранные соперником темы, затем сам выбрать новую тему второго раунда и ответить на вопросы в ней, после чего ход будет вновь передан сопернику. Игра будет продолжаться до тех пор, пока соперники не завершат все шесть раундов или пока не завершится время, отведенное на сессию у одного из них. С одним и тем же соперником пользователь может ввести только одну активную игру, а с разными соперниками лимит будет зависеть только от установленного количества игр в сутки. Если в данный момент никто не готов выйти на ринг, пользователи всегда могут сразиться с ботом Motivity. Бот поддается только один раз за игру. Победить его может только тот, кто не ошибается в своих ответах. Проанализировать активность пользователей в модуле можно с помощью отчетности. По модулю «Умный ринг» доступно четыре вида отчета. «Умный ринг» — статистика пользователей по играм. «Умный ринг» — подробный отчет об играх пользователей. «Умный ринг» — популярность вопросов. «Умный ринг» — популярность тем. Мы рассмотрели работу с модулем Умный Ринг. Данный уникальный формат обучения позволит не только закреплять знания, но и поддерживать сопернический дух и вовлеченность сотрудников. Ну а если у вас остались вопросы, обязательно обращайтесь в службу технической поддержки Motivity по электронной почте.